МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Американские парламентарии предлагают освободить ЦОРСКИЙ ГОК от налога на добычу руды не навсегда, до 2021 года. Что нам дает снижение налога на НТПИ, то есть взятие налога на НТПИ по ставке ноль? Оно нам дает по году порядка 126-130 миллионов рублей, что позволит стабилизировать уплату налогов в местный бюджет и, как правило, стабилизировать социально-экономическое положение в городе СОРСКИЙ. Это в первую очередь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на экономические сложности, со стороны, кажется, СОРСКИЙ МОЛИБДЕН работает довольно ровно. Во всяком случае, пока. Рабочие получают зарплату, идут отчисления в пенсионный фонд. Что касается долгов, сумма 21 миллион рублей в республиканский и федеральный бюджет. Казалось бы, парадокс. Единственный в стране завод по добыче и обогащению молибденовой руды как сыр в масле жить должен. Только разведанных запасов под землей еще на 25 лет вперед. Несмотря на некоторые проблемы с себестоимостью, проблем с СОСБЫТО мы не испытываем. То есть товар по-прежнему остается востребованный. Все, что мы производим, мы отгружаем и продаем. Ну, не знаю, недавно в новостях видел, что для космической промышленности наши российские разработчики придумали конструктивные элементы, в которых будет использоваться чистый молибден. Впрочем, активность депутатов по спасению с Орской промышленности вполне понятна. Зачем тянуть, если негативные примеры есть? Разумеется, отменить одну из налоговых статей Верховный Совет не может. Задача Госдумы. Да и речь здесь идет о преференциях лишь до 2021 года. Стоит отметить, основные платежи все же остаются. И даже нулевой налог на добычу станет хорошим подспорьем для СОРского молибдена. Мы основываемся на том, что в ряде случаев Российская Федерация для уникальных производств такие решения уже принимала. В частности, это касалось добычи олово-оловянной промышленности. Ну, я к примеру, там еще несколько таких позиций есть. То есть, когда рассматриваются эти вопросы в индивидуальном порядке, то навстречу идут именно на временное снятие налоговой нагрузки по НДПИ. Мы очень благодарны и правительству республики, и Верховному Совету в первую очередь, который вышел с этой законодательной инициативой. Потому что НДПИ, это жилые деньги комбината, это 130 миллионов рублей в год. Соответственно, с учетом того, что если мы получаем эту рготу, мы можем, с одной стороны, своевременно платить деньги в городской бюджет, поддерживая город. С другой стороны, не рисковать бесперебойностью поставок торговых материалов и своевременно платить заработную плату. Рудника-комбинат уже долгие годы – вся жизнь для Сорска. Здесь работает более половины трудоспособного населения и потеря производственного комплекса, по сути, потеря целого города, а это 11 с лишним тысяч человек. Но еще есть опасность и экологическая. Жидкие отходы от обогащения руды скопились миллионные. Сохранность и состояние сдерживающей дамбы обеспечивает комбинат. Если его не станет, нужно будет вкладывать дополнительные средства на обеспечение безопасности того же Сорска. В случае остановки и теоретическое прекращение деятельности на этом предприятии, экономические последствия для бюджета будут значительно больше, чем те 80 миллионов рублей в год, о которых мы с вами сейчас говорим. Более того, они не только могут быть чреваты финансовыми издержками бюджетной системы, но они могут, не дай бог, кончиться очень серьезными вещами для практической жизнедеятельности, безопасности населения города Сорска. Сорский молебденовый завод сегодня и сам пытается выкарабкаться из долговой ямы в планах производства альтернативных металлов. Стоит отметить, что на сегодня нет полной гарантии, что инициатива республиканских депутатов найдет понимание в Госдуме, но даже если и ответ будет отрицательным, внимание Сорский молебден уже заслужил. А с расчетом на то, что производство для страны стратегически значимое, пусть не налоговые, а другие виды поддержки из Москвы, вполне возможны. Редактор субтитров А.Семкин